Сегодня 23 августа, то есть до конца лета осталось одна неделя буквально. И где-то с конца мая я решила снимать влог, как будет проходить моя пора экзаменов, как я буду их сдавать. Это конец мая, здесь мы репетируем вальс, это было прикольно. И здесь я мерю обувь на последний звонок в школе. Мы снимаемся? Да. Мы снимаемся. А чё я залез? Как обычно. Так, всё, надо делать прическу, уже времени не на то. Мама, ты самая крутая. Всё, я школьная, ты самая настоящая, аномальная до сзади вроде. Ну и всё, иди ешь. А мне ещё ресницы клеить? Иди поешь и поклеивай ресницы, всё принимай в радость. Поним? Юмор. Всё, будет легко и хорошо. Да, конечно. Как мне сейчас успеть наклеить ресницы? Нет, надо деться сначала. Так, так, ай, мне ещё губы надо красить. Мама, я кукла. Мама, я кукла. Очень красиво. Ну чё ты? Я кукла. Сейчас тут сумку. Бальзам любит сумку. А ну-ка, иди сюда. Выпускники. Ты смотри. Эй, чё вы. А вот есть типа обэда? А я. Привет! Я сегодня очень красивая. Спасибо, и я тоже. Ой, не могу плачем уже. Спасибо. Я вообще не верилась, что до первого экзамена осталось 5 дней. Кстати, у нас 5 дней до ЕГЭ. У нас 5 дней до ЕГЭ. Нет, нет, надо вот это вот. У нас 5 дней до ЕГЭ. У меня это была литература. Сдавала я только литературу русский и базовую математику из ЕГЭ. И так как у меня творческое направление, я сдавала два вступительных экзамена в университете, но об этом попозже. Ой, господи, я весь. Ну что, у меня на руках? Классно. Меня заставили говорить на телевидении, я от него вот так убегала. Мне очень страшно. Не надо было, я не хочу на телевидении. Ищите меня на Кубань 24. Уверится, что уже вот 11 лет подошли к концу. Елена Александровна подарила нам медаль. На Гадди, на Блейсе. Мы на Гадди, мы на Блейсе. Мы на что можем? Пока. 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 Ну, он не хочет. Пока. Платон. На Кубань. Ура! Сегодня уже 23 мая, у меня осталось 3 дня до литературы. Все оставшиеся дни перед экзаменом я проводила за тетрадками. Сижу, пишу конспекты по сочинениям. Я не знаю, в общем, мне очень интересно, как я сдам, потому что у меня самомнение колеблется от того, что я сдам баллов на 50-60 до того, что я сдам на 90-плюс с легкостью. Я не знаю вообще, потому что я писала один в жизни пробник, школьный, который мне оценили в 63 балла, я тогда очень сильно расстроилась. И на самом деле у меня не было тревожности до определенного момента. Смотрите, вы придете на экзамен, у вас будет такая доска, где будет четко написано, что вот ход региона, и газоповедение, название предметов, ход предметов, все это бланк регистрации. Посмотрите, тут написано, вот то, что написано вот это, заполняем предметов. Господи, я сейчас пыталась распечатать. На самом деле я стала очень переживать. Я сейчас посмотрела вебинар о том, как заполнять бланки, документы. Сейчас мне очень тревожно. Я не понимаю, что я завтра проснусь и пойду на него, и как это возможно? Я пыталась распечатать шпоры. Они получились абсолютно нечитабельные. Короче, шпоры в пролете. Проблемы нету. А просто есть определенный план, который нужно решить и перейти в другую стадию. Да, Солоконика моя? Знаете, вот сейчас уже под конец охватывает какая-то тревога. Я не понимаю, что делать. С одной стороны, хочется повторить уже все, хочется прогнать еще какие-то задания, хочется посмотреть еще раз всю лирику, все по Пушкину, все по Лермонтову. А с другой стороны, этот объем уже невозможно объять. Ты не понимаешь, за что хвататься. Нужно ли вообще сейчас за что-то хвататься? Может быть, перечитать свои старые сочинения? Мне тяжело, страшно как-то становится. Страшный набор. Я сейчас посмотрела варианты Дальнего Востока. Там был обломов в первой части. В лирике был, по-моему, Гёте. И связь с человеком и природой — это очень хорошая тема. Я очень надеюсь на хороший Ким. Думайте про меня, что хотите, но я распечатала себе карты Таро. Солнце, туз кубков и иерофант. Абсолютно все утро до экзамена мы пели эту песню просто как афирмацию. На самом деле это помогало. Все будет офигенно. Всем привет. Мы написали витрую. Всем привет, всем привет. Я в блоге, Майя. Я Машу вот так вот специально. Ой, тут муха. Это моя муха, не трогайте мира. Ура! Скорее домой кушать пиццу. Короче, в мертвые души в первой части, во второй мне попался Байрон. Любовная лирика — это отлично. Это прям замечательно. Все, я вышла. Ну, все хорошо. Ой, хорошо. Нет, да. Малечка. Молодец. Спасибо, спасибо. Спасибо. У меня не было шпор, у меня были. Что? Что? Это туз кубка. Потом весь оставшийся день мы тоже провели вместе с девочками. Это очень помогало отвлечься. Привет. Это видео в МТ? Да. Офигенно. Невременно. Будет офигенно. Сейчас я пойду к репетитору на последнее занятие по русскому языку. Вообще, в принципе, последнее. И когда я сдала литературу, я так подумала, что я больше не придумываю занятия по литературе. Это грустно. Потому что мой репетитор, это по сути, был единственный человек, с которым я могла обсудить абсолютно любую тему по литературе. Поэтому я бы на 100% была уверена, что мы друг друга понимаем. Что по поводу самого ЕГЭ. Когда я вышла, я думала, что в принципе все неплохо. Что я все написала, у меня неплохие сочинения. Единственная ошибка, которую я точно знала еще на выходе, это то, что у меня ошибка в третьем мире. И я сомневалась в шестом сочинении, где нужно было сопоставить произведение «Мертвые души» Гоголя с каким-то еще произведением, где показаны помещики. Я написала сочинение по грозе. Мне не засчитают это, потому что это просто не соответствует теме. Я не знаю, мне кажется, что в это сочинение мне поставят ноль первичных баллов из восьми. На 90 плюс я уже не рассчитываю, хотя знаний, мне кажется, у меня хватает на это. И я очень хотела показать тебя с лучшей стороны. Так. Ну, нормально, ничего не надо. Hello! Это круто, это круто! Когда мы шли на русский, нас было очень много, потому что шла вся школа, и эта колонна выглядела очень страшно, реально. Это что у тебя в этом, в 25-е, там где... Нет, это значит, это зарение. Слава богу! Вот такие вот у нас пирожки здесь. Это ужас, как с ними ходить, я не знаю. Мама очень как-то... Сверх, сверх. Это делается вот так. Тихо, и сразу снимать. Папа, папа. Матчонки. Какой кайф! Кать, затащили! У нас лоточка в ручке! Я сдала сегодня русский и ты, и ты. Да, я угадаю. А ты сдавала сегодня русский? Да, я угадаю. И ты. Ты тоже сдала сегодня русский? Чего мы сегодня занимались в утром? Мы сегодня сдавали русский. Я тоже. Я тоже, кстати. Когда я сдала русский литературу, у меня было такое облегчение, что я могу закрыть все вкладки на компьютере, которые у меня оставались. И перебрать все свои сборники и тетради. Это вообще сборники за 21-ю год, когда я готовилась. Тетрадки, чтобы поражать сейчас. Где тетрадки с ламбургами? Мы эти кроссворты решали за один урок. Было весело. Знаете, тетрадка по алгебре. Больше там ничего не записано. Извините, я к Владимировичу. Мы вышли. Мне понравилось. Нам очень понравилось. Это было очень легкий вариант. Максимально. Легче некуда просто. Мы написали ЕГЭ по математике. Тут я собираюсь к девочкам. Мне очень нравится, что мы проводили все это время вместе. Это очень помогало прикаться. Тимур, какое сегодня число? Посмотри, пожалуйста. Сегодня уже 7 июня. Я уже сдала все ИГЭ, которые должна была. У меня остались только вступительные в универ, которые будут в июле. Я даже не знаю, какого числа они будут. В общем, сейчас я собираюсь к своему репетитору передать папку, которой я пользовалась в процессе занятий по-русскому. Все прошло вообще замечательно. Я ожидала, на самом деле, гораздо худшего. Я думала, что будет тяжелый вариант. За два дня до экзамена я приходила к репетитору в свой последний раз. И она мне давала очень сложные варианты. Я прорешала два варианта на занятия, именно тест. И они были прям очень сложные. Прям очень сложно. Я сидела долго и было много ошибок. Я как-то переживала за ИГЭ, потому что я думала, что тоже будет что-то сложное. Но тест был вообще решаемый, очень хорошо решаемый. Текст тоже проблема, в принципе, прозрачная. Поэтому я думаю, что по-русскому у меня балл будет выше, чем по литературе. Вот, и недавно я сдала математику, я сдавала базу. Ну, она была очень легкая. Она мне нужна только для аттестата, поэтому ничего интересного. Подхожу сюда, наверное, в последний раз. Да, пожалуйста. Катя заставляет меня смотреть результаты. Катя опять хочет, чтобы мы смотрели результаты. Тогда мы с Катей провели практически весь день вместе. И она смотрела мои результаты буквально каждые несколько часов. Нет, ребята. О, я весьма страшно. Не, ничего не прошло. Это было очень страшно. Я очень не хотела видеть свои результаты. Я тогда даже не знала, на что рассчитывать. Нет, ничего нет. Мне сейчас позвонила минут 20 назад моя репетитор и сказала, что начали проходить результаты по литературе. Мне очень страшно, просто я сейчас умру. Я вообще думала, что я буду смотреть их дома с родителями, но в этот раз, видимо, я посмотрю их с ними. Катя, ну что там? Вместе. Результаты? Ты серьезно? А там типа видно баллы? Можно я посмотрела? Первая цифра 6. Меньше. Ну давай. Когда я увидела цифру 59 баллов. Это на самом деле даже ниже, чем я писала свой первый пробник, о котором я говорила. Хотя я тогда очень расстроилась. Для меня 63 балла. Это был абсолютно не мой результат. Так же, как и 59. Вы не завалили экзамен. Не завалили. То есть неудача. Неудача могли бы лучше намного. Какие бы работы приносили. Привет, Маля. Привет, Маля. Привет, Маля. Привет, Маля. Среди результаты ЕГЭ. 59. И что ты рытаешь? Да, мам, это просто тренинг. Это даже не сильно сейчас. Это тебе сейчас кажется тренинг. А на самом деле это прекрасно. Да, мам, это просто офигенно. Мне надо поспугать. Вот правда. Все, что не делается, все лучше. Бой золотой. Очень интересно, я тебе повозил. У меня это не рабочая сторона. У тебя все стороны рабочие. Расслабляйся, кольфуй, стасплаты. Милая, можно набирать в силу? Это мило, это мило, это мило. У меня 70. Поверь мне, всегда все приходит в свое время. Вот поверь мне, ты потом мне будешь звонить, обещай мне, что позвонишь и скажешь, что вы помните, как вы были правы. Обещаю. У меня это всегда очень зло. У меня это всегда очень зло. У меня это всегда. 7 миллионов просмотров, вы что, не смотрели? Нет. Да в шоке, я как можно. Лайк. Рано. Сейчас все сайты висят, потому что вся Россия сидит просто. Он висит, он сейчас, он не зайдет на него. Конечно, все атакуют. Это очень страшно. Между вот этими всеми делами. Все, я ему написала. Кто-то сказала, что запихнуть, причем запихнуть на коммерцию. Мама. Мама, нет, мама, нет. Мама, 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 мама. Мама, мама. Охренеть. Охренеть. Вообще, ты красотка. Смотри. 98 баллов. Охренеть. Когда пришли результаты по-русскому, я вообще не ощутила той радости, которую я ожидала ощутить, если бы я получила 98 баллов. Я даже не рассчитывала на такой высокий балл после результатов по литературе. В общем-то, у меня было больше эмоций, когда я получила 59. Я правда ничего не ощутила. Алло. Алло, здравствуйте, Татьяна Кривовна. Здравствуй, Маечка. Ну, что вы видите? Пришли результаты. Ну, в этот раз я вас порадую. У меня 98. Сколько? 98. О, май гот. Господи, ты есть на свете. Я рада. Спасибо. А здесь вот вы взяли. Много баллов. Да почти вообще 100 баллов. Лучше всех сделала. Умница, Майя. Спасибо. Целую и обнимаю. Спасибо. А можно мы узнаем, сколько действовало стоит? Как мы сказали. Ну, давай. Это видео тоже очень интересное, потому что мы с Катей записывали его в марте. И говорили здесь свои предполагаемые или желаемые баллы. Сколько до русского? Да. Ой-ой-ой. Там будет меньше 90. Подожди, а когда 30? 76. Мы решали тестик, и мы его сейчас проверили. У меня в тесте 4 ошибки. И мы так прикинули, сейчас посмотрели, что 4 ошибки, это при условии, что у тебя идеально написано сочинение, это 92, вы понимаете? Это уже 8 баллов, просто все, минус, при условии идеального сочинения. Это unreal, это unreal. Русский, надеюсь, я напишу 92, но это было бы прям хорошо, вот, но это практически нереально. Русский надо забирать по максимуму. В общем, по-русскому, не знаю, очень хотелось бы точно выше 90, но вот 96 мне нравятся цифры. На литература, я хочу 94, минимум, но мне кажется, напишу на 87, это было очень интересно присмотреть. Сегодня уже 25 июня, и у нас вручение. Я ничего не снимала уже очень давно, я не помню, как это делать. Мы уже знали все ЕГЭ, я узнала даты вступительных, они у меня 15 и 17 июля. Вот, сейчас я буду краситься на вручение. Я прям как этот, парикман. Ну, мило. Так, все. Господи, Маш, мы просто богини, типа, чел. Сядь. Всем привет. Мы приехали на вручение. Господи, мы просто шикарно выглядим. Аттестат вручается Челем Айе. 98 баллов. Вручение у нас было в кинотеатре и в видео. Вот смотрите, это сейчас ваш звездный час. Вы можете танцевать, обниматься, послать ручкой родителям, объясняться, любви друг другу. Тут можно танцевать. Только илюзмопоны, порталы. Жив реально вновь за местья. Разбираться, наполняться ремень. И за... Я хочу сказать, что мы всегда будем раздражать. Мы пишем свой сюжет. Сиди вперед, активнее, сияем уже. Мы поколения, есть молодыши, молодые цветы. Есть! 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 Их! Идет! Они есть! а Вступительный экзамен я сдала, на удивление, гораздо лучше, чем ожидала, и даже лучше, чем ЕГЭ, ну, не считая русского. Черчение я сдала на 82, композицию на 73. Я ожидала не выше 50 на самом деле. В итоге я поступила на коммерцию. Вообще я рассчитывала поступать на бюджет, я рассматривала только бюджет. Я знала, что я могу. Но ЕГЭ – это лотерея, и я поступила на коммерцию, потому что бюджетных мест в этом году на мой факультет не было вообще. Всем привет! Давайте вот так. ИГЭ? А, ты снимаешь что-нибудь? Да, я думаю просто финансы. Да, Марс я обняваю... Разжистаем за сегодня. Делай скорость! Так, хочу обнять... Ну ладно, это тебе было. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok